Вчера у психолога. Как там всё прошло? Он сказал, если не хочу, могу никому не рассказывать. Нет, сказал. Посмотрите внимательно на экран. Узнали, это Гоблин или Дмитрий Пучков, известный переводчик голливудского кино. Фильмы со штампом «Перевод Гоблина» раскупаются в два раза быстрее, чем другие, даже без рекламы. И это при полном отсутствии у Дмитрия какого-либо диплома о знании английского языка. При советской власти имелся в наличии железный занавес, через который информация проходила очень слабо. Ну, например, там музыка просачивалась, масса музыки. Всегда было интересно, про что кричат талантливые исполнители в группе Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd. То есть вот это очень сильно интересовало. С этой целью пытался учить английский. В школе учил немецкий, английского не знал совсем. Ну, вот самостоятельно, так, за много лет выучил. Гоблину, вернее, Дмитрию 45 лет. Он успел сменить столько профессий, что все даже не перечислить. Он работал библиотекарем, водителем, автослесарем, помощником бурильщика, электриком, сантехником, кузнецом, реставратором и даже старшим оперуполномоченным уголовного розыска. Ну, собственно, вот улица Каляева, нынче Захарьевская, дом 6, внутренняя тюрьма ГУВД. Вот, зелененькая такая. Нормальная работа, такая же, как все остальные. Постоянно с людьми, интересные. Ну, единственное, воздух не свежий, так, нехорошо. Вот так, там весело. То убежит кто-нибудь, то еще чего случится. Прослужив 6 лет, Дмитрий сделал вывод, что прав был Сергей Довлатов, сказав, что нет никакой разницы между людьми, которые сидят, и которые их сторожат. И если поменять их местами, ровным счетом ничего не изменится. Дмитрий ушел с работы, заслужив там свое прозвище. Нас сначала Александр Глебович Невзоров назвал еринскими упырями. То есть был министр внутренних дел Ерин, а мы, соответственно, были еринские упыри. И поскольку ты давал присягу и исполняешь приказы, то ты, понятно, упырь. А потом прочитали заметку под названием «Гоблины в милицейских шинелях». И хотя мы как оперсостав шинели не носили, но вот друг друга в ироническом смысле гоблинами звали. А я, поскольку был старший, так закрепилось. Прозвище пригодилось Дмитрию на новой работе. Он начал писать критические статьи на тему компьютерных игр. Подписывался как гоблин и сразу стал известным в этих кругах. Я благополучно тружусь в индустрии компьютерных игрушек. То есть на заказ там сочиняю сюжеты, пишу диалоги, дорабатываю всякую там эту идеологическую, так сказать, картину. В результате получаются игры. Популярность Дмитрию принесли смешные гоблинские переводы. Хотя сам Дмитрий считает, что настоящего признания еще не получил. То есть если приходишь в магазин, и тебя там узнают, то да, там все покажут, расскажут, где скидки и все такое. Это очень полезно. Но настоящей популярности нет. Настоящая популярность – это когда на улице девки на шею бросаются, а девки не бросаются. Дмитрий занимается исключительно творческой работой. Решение всех организационно-финансовых вопросов он переложил на продюсера, который тоже не против покупаться в лучах гоблинской славы. На автопаде после награждения МТВ Дмитрий вручал приз. Я фотографировался с Сати Казановой и сказал ей, что Сати, тебе две сорванные башни нравятся, а я вот продюсер гоблина. А вот 25-летний Юрий умалчивает о том, что он сын гоблина. Отчасти из скромности, а отчасти потому, что у него свой строительный бизнес. Как знать, пойдет ли на пользу деловому мужчине такая слава? Если заходит разговор, ну иногда, сидя, заходит разговор о гоблине, я все время слушаю, что говорят. То есть, иногда, что он цыган, ему 25 лет, детей у него нет. Но я все время слушаю, то есть, ну не рассказываю никому, редко-редко. Зачем? Это ж он и не я. Сейчас Дмитрий Пучков начал заниматься серьезным делом. Он снимает собственное документальное кино. Я вас категорически приветствую. Дмитрий не сомневается, в этой области его тоже ждет успех. Ведь на его гоблинский взгляд в нашей стране достигнуть желаемого удивительно просто. Люди не хотят ничего делать. А если тебе что-то интересно, в результате получается, что ты вот в королевстве слепых одноглазый король. Так выходит. Даже при минимальной усидчивости и целеустремленности ты уже будешь очень сильно от всех отличаться. Дмитрий Пучков